друзья всем привет сегодня у нас полноценный выпуск буди сервис вот такие будни что к нам загнали porsche бокстер это у нас двух двухместный автомобиль кабриолет с объем мотора я даже не знаю пока но чувствую предстоит выяснить машины это наших товарищах под товарищей по цеху вот они купили с целью перепродать купили за цену я озвучивать не буду какую но цена есть ладно тут сегодня заходит николай тебе привет и говорит паш у нас машина греется они там забыли закрыть кто-то у них из их тусовки забыл закрыть крышка решили расширительного бачка естественно весь антифриз на хрен выдала они вроде как залили но сейчас нагреется давайте поищем первую эту проблему что она греется во-первых поищем расширительный бачок чтобы посмотреть уровень охлаждающей жидкости так капот да пойдем о бачок есть но это тормозная жидкость аккумулятор все у нас тут еще интересненького пенсионер заправляется с этой стороны больше тут нет ни хрена пойдем багажник идем багажник матч короче здесь есть все необходимое залить масло в мотор и залить охлаждающую жидкость и проверить массовым отель больше здесь нет ни хрена так смотрим уровень охлаждающей жидкости не удовлетворительный плюс там какая-то сранища внутри бачка походу сейчас зальем заведем посмотрим вот это конечно стримак на такой тачки да вот так аморты не держит и судя по бакуашкам с антифризом кто-то судорожно пытался залить но радует не воду а охлаждающую жидкость антифриз полярник антифриз g11 unix стандарт евро антифриз какой-то это не все рукой лента заметьте это не реклама это реклама шикарного porsche а это получается еще один вид антифриза который хозяин привез это автек какой-то блин я такие названия охлаждаясь жидкости вообще переврать жизни вижу для них взяли так мне нужна помощь ладно сейчас мы камеру пока отложим зальем антифриз по уровню и обязательно поднимем найдем все-таки на этой машине мотор где находится я еще очень хотел свечи выиграть посмотреть потому что вторая проблема периодически дымит дым валит из машины причем говорят белый белый учитывая что тут наверняка еще перегрели сейчас мотор и он по идее должен еще сильнее начать дымит говорят вообще перестал дымить чудеса какие ладно я думаю интересно будет посмотреть как тут мотор снизу выглядит где коробка где мотор и больше всего мне интересно как сделали реализовали здесь систему выхлупа потому что двигатель прямо здесь находится внизу то есть выхлуп у нас до выход до атмосферы прям вот коротенький но усидей тут прилично машина наваливает ладно сейчас зальем и проверим ну да конечно приятно мотор работает там охлаждая жидкость мы залили кстати а возможно что он перестал белым дым белый дым из трубы перестал идти потому что антифриз кончился такая она прикольная где маленькая посенька я даже на подъемник поднимаю не привык же что мотор идет сзади расположен центр тяжести немножко получается сместил назад и вон стойку пришлось подпирать очкова вся глянем он чуть теплее колесе там смотрите какие четырех поршневые тормоза суппорта кайф аморт левый вытек аморт левый вытек рычаги вообще непонятно через материал пластик что с правой стороны капец как шар вобьет спереди под защиты у нас располагается по вам топливный бак шикарно . стабилизатора слева но я думаю так мелочи для этой машины так друзья вот у нас располагается мотор 6 цилиндров вот посмотрите карты естественно удалены удалены сзади мы видим на какие трубы короткие получаются но тем не менее мотор работает относительно тихо у педаль газа трос газа походу же да прикольно явно должен закрываться чем-то еще самый такой серьезный момент вы посмотрите какие батрубки идут эта система охлаждения если представляете они идут до радиатора то есть два радиатора досюда и и моё вот они вот один радиатор с одной стороны и вот другой радиатор и кондиционеры и охлаждение двигателем то есть тут по два радиатора стоят правой части и в левой морде вообще ничего нет к кстати надо как-то систему будет развозду что-то еще прокачать чувствует счет булькой счет булькой блин ну прикольно конечно бак топливный там уходит сюда обалдеть и тут сзади кстати смотрите какое какая короткая трансмиссия учитывая что у нее продольное расположение вот у нас коробка всего трансмиссия тут вообще крутая zf get rip гмбh сделано в германии шильдик есть причем короткая такая коробка получается но очень серьезная широкая какой-то вакуум вакуумный шланг заглушен болтиком взять воздух сосала смотрите как вот диагноз то тут весело вообще будет искать какие-либо проблемы беззвучно выход работает полюбас так я нашел где у нас располагаются головки и очень хочу выкрутить хотя бы одну свечку посмотрим что там происходит вот катушка зажигания на каждый цилиндр то есть здесь у нас индивидуальные катушки сейчас мы выкрутим одну и выкрутим свечку глянем что там творится все друзья нужна пошаговая инструкция по замене цепи грн на этом моторе разрежение катуха ничего такая мягенькая кто их делает беру неудивительно так яду не в кого есть что друзья вот свечку я выкрутил она у нас 4 контактная и с такими серьезными каменными отложениями уже это вроде как не масло больше похоже на как раз антифриз то есть тут явно явно проблема с попаданием охлаждающей жидкости в камеру сгорания малоприятно особенно еще после такого перегрела серьезно так друзья по одной проблеме которая звучит как белый дым из глушитель я думаю понятно надо снимать головы я бы конечно выкрутил все свечи и дефектовал так как у нас проблема хоть примерно владелец просил скажите говорит о чем вообще с машиной чё за дым вот говорим дыма это антифриз надо снимать обе головы отвозить их на прессовку проверять герметичность проверять плоскость смотреть прокладку мистера пара ривками разгорания плюс непонятно что тут как выглядит боксом даже вот в душе не знаю друзья я конечно понимаю что ролик вообще бессмысленно мне так было интересно самому вообще-то так дико первый раз жизни эту машину вообще вижу как расположение мотора очень интересно как вообще все это реализовано задний привод мотор скорость трансмиссии сзади очень круто трубки кондиционера такие безумно длинные тоже получается учитывая что компрессор и и все на весной у нас располагается вот здесь вот пошли трубки от компрессора да это капец к тому же два радиатора охлаждения двигателем возможно достоят два термостата что также ну я думаю тут особо не парились по поводу будущего обслуживания и стоимости обслуживания автомобиля здесь просто надо было сделать эту машину мощный быстрый и такой какая она есть сзади у нас кстати тоже по моему четырех поршневые суппорта друзья с одной стороны конечно обслуживать такую машину это просто пипец я даже вот не представляю вот генератору вот доступ подлезть тут вот куда не коснись тут походу надо сразу делать вообще капремонт всего мотор скинул и занимайся но смотрите ни одного потока такого прям капитального ну не говоря уже остыки коробка двигатель но поддон вот головки да все сухо идеально нигде ничего не видать причем учитывая что его вот-вот перегревали на днях мотор все ништяк ладно я сейчас как-то воздух прокачаю и проверим греет сейчас мотор или нет антифриз зальем по луну так антифриз сейчас по уровню давайте еще масло проверим нормальный щуп больше похож на шпагу или антенну короче друзья потому что машина перегревается просто спустили воздух шланги эти еще пожал маленько меня 5 литров антифриза в общей сложности заливаясь кстати без пяти литров антифриза машины ездил конечно будет греться и по итогу сейчас все хорошо сейчас уровень я проверил на холодный еще один контроль и все друзья я понимаю что еще раз напомню ролик ни о чем но так хотелось поделиться эмоциями по поводу этой машины на прикольно буду рад если поставить лайк и напишите комментарий что вы думаете по этому поводу пока